Здравствуйте! Ежедневно каждый из нас встречается с необходимостью решать самые разные психологические задачи и ситуации. И сегодня я расскажу об одной из них и дам практические рекомендации по ее решению. Надеюсь, они вам помогут. По стереотипному мнению, на севере рубли длиннее, но мы-то знаем, как много и усердно нужно работать, чтобы заработать свои деньги. Предлагаю сегодня посмотреть, как вы относитесь к деньгам. Вы задумывались над тем, что у одних людей деньги всегда есть, а другие живут от зарплаты до зарплаты. Причины, конечно, неоднозначны, но предлагаю рассмотреть одну из них с необычного ракурса. Деньги – одна из важных составляющих нашей жизни, влияющая на ее качество. Деньги важны в выстраивании отношений, самоуважении, организации быта, отдыха, обучения. Но задумывались ли вы о том, рационально или эмоционально устроены ваши отношения? Считается, что если относиться к деньгам эмоционально, то их сложно планировать и зарабатывать, чем если рационально. Хотите проверить? Два коротких диагностических теста прямо сейчас. Первый тест. Напишите несколько прилагательных, характеризующих ваши деньги. Отвечайте на вопрос, какие мои деньги. Например, трудные, легкие, запланированные, хрустящие, мятые, большие и маленькие. Когда закончите, определите, к какой категории их можно отнести – рациональной или эмоциональной. Если к рациональной вы умеете зарабатывать деньги, если эмоциональной, то вы ждете зарплаты, получки. Второй тест. Насколько точно вы знаете, сколько денег находится в вашем кошельке или на вашей карте? Насколько точно вы знаете, сколько денег ушло на необходимые расходы в прошлом месяце? С какой точностью вы это знаете? До одной тысячи, до пяти тысяч, до десяти тысяч? Чем точнее вы знаете, тем рациональнее ваши отношения к деньгам. Итак, полезно обращаться к деньгам рационально и вести учет своих финансов. Деньги любят счет. Помните, это увеличивает их поток. Живите здесь и сейчас. И помните, счастливо жить можно каждому.